помочь в твоем, в твоем самом сокровенном желании, чтобы все вернулись на моем духовный мир. Знаешь, Кришна, я, пожалуй, пойду. Ничего не давай, не обращай, не беспокойся, ничего не надо. То есть вот в чем разница между вторым и третьим этапом, да? На втором, Кришна, ну ты понял, да? Как бы за твой должок. Должок! А на третьем этапе, не-не-не-не, не-не-не, не-не-не, ничего, 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 не надо, не надо. Это просто вот, лишь бы тебе было хорошо, и все. В Шриман-Багово там, какая там песня про Господа Нарисим? Седьмая, да? Седьмая песня про Хлада Махараши, когда Господь сказал ему, слушай, ну что тебе дать? Ты вот, ты столько ради меня терпел, страдал, все делал, проповедовал, я хочу тебе что-то дать в ответ. И Хлада Махараши про Хладу, не то, что он обидно это сделал, но он сказал, ну, я вообще-то не торговец. Ладно, то есть, я не для этого. Я тебя просто люблю, поэтому я все это делал. Но вот этот вот, 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 ради чего-то, да? Нет, то есть, ну, не надо меня этим унижать, не надо меня этим оскорблять. Это просто потому, что я тебя люблю, и все. И мне другой награды не надо. Дай Бог, чтобы когда-нибудь наш Господь на Бешима Панчук оставил именно таким. Но работать над этим можно начать уже сегодня. Еще три дня, да, сегодня, завтра, на вторник, да, Бешима Панчук? Еще три дня мы можем просто выходить в мысли, передвигать Господу и сказать, Господи, я сегодня буду проститься. Не для того, чтобы от тебя что-то получить, да? Это вот, за никого, дашь ты что-то или дашь ты что-то, это вообще не имеет никакого значения. Мне просто хочется что-то сделать для тебя. Да прими, пожалуйста, это вот. Просто проявление моего влюбления. И все. Давайте попробуем, подтягиваясь. Не совсем понятно, что значит, узнать свою привязанность к чему-то, а не Бог. Мне тоже непонятно. Вот, я знаю, что вот, ну вот, Азашила Джоук и с вами очень подробно эту тему раскрывает, да, как раз и мотивирует. Кстати, он очень интересная вещь говорит, вот, мне после вот того, как мне раскрыли глаза на эту тему, Интересно гораздо стало читать Шрамат Бхагаватам, потому что Шрамат Бхагаватам как раз вот он описывает кучу разных историй, где вот преданное служение, вот есть чистое, а есть вот с этими нюансами. На первом этапе, на втором этапе, там, с примесью неискренности, полностью искренности, полностью искренное. Там, когда на первом этапе человек, например, свои греховные привычки может предлагать Господу. Алкогольные привычки, да, известная вещь. Когда пьете вино, Господь не тянет, да, пьянисом говорит. Просто помните, что это вот, делайте это для Господа, для Господа, за Господа, да, вот. А они по-другому не могут, на первом этапе, но это их будет продвигать. То есть не надо думать, что мы теперь это можем делать, да. Ибо что поздно поезд пошел. Но если человек действительно больше ничего не может, то это его будет продвигать. Но если он может больше, лучше, а будет пить вино ради Господа, конечно, это будет деградация. То есть надо четко понимать. Но идея как раз вот эта формула, да, пусть я ее не понимаю, но она хотя бы в теории, да, я исследую. Наставление Ачарьев, Шивыржевого Господа, в данном случае конкретном. Господи, пусть вместо привязанности к вину, там, ко всему остальному, да, займет такая же сильная привязанность к Тебе. Я не понимаю, но вот моя, но я следую просто помочать. И вот это, ну как бы это все на что хватает моей веры. Но это будет уже работать, будет работать достаточно быстро. Если вот этого нет, Господи, на Тебе мои деньги. Так они и так его. Весь мир принадлежит ему, поэтому, Господи, я вот у Тебя тут немножко украл, на Тебе теперь. Это как-то странно звучит, да? Пример этот известный от какой-то истории. Я не помню, что вы правопады, кто-то из духовных читателей его приводил. Когда слуга честно всю жизнь работал, да, и вот то, что он заработал, он предложил Господу. Это одно. А когда он всю жизнь воровал, а в конце жизни наворованное решил вернуть, ну это немножко другое впечатление. Понимаете, вот это, ну, не то. Поэтому мы не можем ему ничего дать из вещей, да, из поступков. И так все его. Это тело ему принадлежит. Помните старую шутку, когда ученые решили бросить вызов Богу? Мы можем все то же самое, что и ты. Вызвали его на соревнованиях. И Господь сказал, ну, хорошо, ученому, ну, сделай так, как я, сделай, создай человека из земли и воды легко. Сказал ученый, наконец, я поднял земли, э-э-э-э, сказал Господь, из своей земли. Это тело, да, оно тоже из элементов, которые создал Господь, оно уже принадлежит Господь. Мне вот на уровне вещей и действий нечего ему предложить. Все, что я ему могу предложить, это изменения в моем сознании. Да, они находят внешнее отражение, в каких-то поступках, вещах, но в конечном счете им нужно вот это. Вот это мы ему предлагаем. То есть помнить о нем при каждом действии? Не просто помнить, а конкретно, господи, что тебе доставит удовольствие? И вот на первом атаке, когда я ему предлагаю влады своей деятельности, я предлагаю конкретно, господи, я готов отказаться от своей привязанности. Пусть вместо привязанности к этим вещам, поступкам, делам займет вместо привязанности к тебе. Вот это будет оно. Есть вопросы. А чем отличается отношение к Господу от отношения к преданным? Как бы, что Господу доставляет удовольствие не то, что ради Него это делать, а ради преданных. Ну, не знаю, как вот. Можно еще уточнить его вопросы? Нет, извините. Ну вот, мотив отношения к Господу как-то вроде сейчас понятно чуть-чуть, маленько. А преданные, это же частички Господу. Вот приобщение с преданными, какой мотив? А, спасибо, я уловил, кажется. То же самое, один в один. На втором этапе, ну, если на первом, там все понятно. Преданные святые, я вообще с ними особо не общаюсь. Да, вот. Не прогоняют, уже спасибо, уже хорошо. На втором этапе проблемы возникают. На втором этапе у меня мотив, я буду служить преданным. И благодаря этому, что-то в моей жизни произойдет. Причем, у меня есть очень четкое понимание, что конкретно я должен делать и что должно произойти. Да, у меня очень часто проблема, потому что они ж нигде не слушаются. Так, сидеть! Сейчас я буду служить вам. Что значит не хочу есть? Я тут приготовил, сейчас буду кормить преданных. Ну-ка быстро всех взяли, и начали спасать краса. У него есть непосможно, да? У него нет, у меня это особо не было. Ну, я убью, да? Вот. То есть, идея такая, я жду преданных чего-то. И естественным образом, я все время буду разочаровывать. Я для них и то, и то, и то. И там подменяю на служение, и вот это делаю, и деньги жертву, да? Где счастье, ёкки-пот, это точно? Счастье где? Вывод? Просто счастья нет. Они, нет, ну, мы вовремя говорим. Что-то с преданным не там. Что-то... Неправильно, да, преданные какие-то. Какие-то меня окружают. Вот. И естественно, мы будем ссориться все время. Потому что мои ожидания от них никогда не сбудутся. На третьем этапе, по-другому. Там есть любовь. Преданность, что для вас можно сделать? Как вы хотите, чтобы я для вас послушал? То есть, я уже свободен от своей привязанности, от того, что с моей точки зрения является праведным. Преданным, что скажете, то я буду делать. Ну, опять же, шутка по этому поводу, да? Когда на втором этапе взаимоотношения ученика с духовным учителем, ну, это известная такая, известная шутка, когда он приходит и говорит, «Гуру Махарадж, что для вас сделать?» И духовный ученик говорит, ну, сделайте для меня вот это вот. А, вот и не угадали! И то же самое с преданными. «Так, преданное, сейчас буду служить вам!» Ну, держитесь! Да, сейчас никому мало не покажется. Вот, и преданным же, ну, боже, сколько от него проблем! Они добрые, они милосердные, они терпят. Но вообще, я им проблемы составляю, реально. А на третьем этапе, преданное, что для вас сделать? Я готов отойти в сторону, если это нужно, да? Я готов, вот, на песчатый ковьер, я! Я, настройку, я, куда-то, я. Вот, что нужно, то и буду делать. Понимаете? В одном случае, я все равно подсознательно жду, что будут служить мне, я какой-то результат от всего получу. А на третьем этапе, я уже результата не жду, мне просто, я уже люблю. Поэтому мне просто хочется для вас что-то сделать. Я готов на все. Я уже не привязан к своей природе. Не, преданное, ну, полным мы тебя. Я такая, давайте я вот лекцию прочитаю. Вот лекцию эту, да, давайте. Полы, полы, лекция, лекция. Там уже без разницы. То есть, в одном случае, это средство для, чтобы что-то получить. А во втором, это, ну, в общем, хорошая вещь, да? Даже любовь к Богу, как бы все нормально, но все равно вот это еще, привязанность еще такая. А во втором случае, это следствие. Вернее, на третьем этапе, это уже следствие. Следствие. Можно еще один вопрос? А что делать, если вот совесть мучает, что ты, например, и хочешь везде, ну, как, например, больше, ну, то, что, например, на Мангаларике, там, нет сил там подняться, а надо бы, или там служение, что смотришь, например, кто-то много так служит, а ты не так, и тебя совесть мучает перед другими преданными, думаешь, почему вот, какие они молодцы, а ты вообще, ну, как сказать, ну, не то, что, ну, стыдно, стыдно, что там, кто-то имеет возможность там больше, там, запросат, или что-то там где-то жертвовать, а ты этого не делаешь, совесть мучает, где вот найти, как, я не знаю, ну, но если, например, тебе могут же тут много служения, могут так тоже загрузить, что ты просто тело не вылезаешь, а вот на эту тему существует духовный учитель, ну, или хотя бы наставник. Итак, давайте, опять же, мы будем честными, чаще всего, когда мы говорим совесть, это не совсем совесть. Гордыня, конечно. Должно, эго, ум, гордыня, да, вот те самые штуки. То есть дело-то не в том, что они там больше служат или еще что-то, прославляют больше, известных больше, ну, это, это не то, о чем мы думаем. Я понимаю, почему я не могу так же? Но вот это как раз непонимание. Хануман на этом свое время проведет. Помните, да, историю про Ханумана и вот бурнучка? Когда строили мост на ламку, почему не бурнучок? Разных историй, да, разных, ну, не важно. Не, бурнучок больше, да? Когда обезьяны строили мост на ламку, ну, раму, да, ситуация поджидатель травмы, знаете, да, эту историю романную? Вот. Там был Хануман, и он горы приносил строить этот мост. И там по этой же горе, которую унес Хануман, бежал бурнучок, и он там унес бракомешка. То есть, не то, что он даже вообще плюс к мосту, он был на той горе, которую унес Хануман. То есть, его служение вообще было, мягко говоря, неэффективным. Да, вот. Ну, и Хануман он бы сказал, слышь, бурнучок, да, ты там, постой, второй, говорит, тоже не понятно, штиквы дырой спешат, наверное, вот. Вот тут вот, господи, считай, я ему конкретно сказал, нет, 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 родной, тут ты не прав, и он говорит, для меня что ты, что он. Сознание. Это наша вот беда, что мы пытаемся сознание Кришна заменить на внешние усилия. То есть, больше, значит, то есть, больше дел, значит, больше сознания Кришна. Нет. Дело должно быть столько, сколько реально ты можешь. Пожертвование, столько, сколько можешь. Служение, столько, сколько можешь. По-честному. Единственное, что требуется, это честность, да, то же самое вопрос с кольцемерой. Можешь раз в год, но по-честному. Ну, там мама, у которой пять детей, мало-мало меньше. А чего ты не ходишь на мангало-арате, на служение, на кухню, на поклонение божествам? Это не серьезно. Она раз в год вырывается там на шмат-багал, там, дай-то Бог, мир, еще куда-то. Ну, я крайние варианты привожу, вы поймите, но у нас у каждого тела разные, обусловленности разные, все разное. Вот духовный учитель, он просто нужен для того, чтобы сказать, так, стоп, вот здесь стоп, вот больше не надо, потому что больше это уже начнется, это уже сама дорогая себе она придумывала там чего-то. Но это известная, опять же, история, когда она, во время инициации, да, когда обеты давали, и ученица, она уже была там в каком-то месяце беременности, уже очевидно, да, все, вот, она сказала, гурмах раши, я даю обед, я буду вот это делать, вот это, там, что-то на кучу всего там, она обещала, и вот это, и вот это, и вот это, и духовный учитель, стоп, 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 погоди, давай так, ну, то есть, если ты это будешь делать, это, конечно, здорово, ну, давай так, вот, у тебя ребенок родится, если ты хотя бы просто 16 кругов будешь учитывать, я уже буду просто счастлив, потому что духовный учитель, он видит вот этот мотив, вот, когда я действительно делаю то, что могу, а когда я уже пытаюсь, вот, начинаю себя сравнивать с другим, вот это уже оскорблитель, это оскорбительное настроение, там, полшага до оскорблений, хоть их, хоть себя, это не важно, наставник или духовный учитель, не важно, кто-то старший, кто мне может быть, стоп, 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 вот, понятно, что, три вещи, которыми любой предный, всегда должен быть недоволен, да, размером своих пожертвований, качеством своей джапы, что там третье, своем служении, по-моему, да, в общем, это нормально быть недоволен, то, что делай сам, но вот, когда я начинаю сравнивать себя с другими, это очень опасная, очень неусливая позиция, классическая поговорка, на эту тему смотри, в свою тарелку. То есть, можно сравнивать со знаком плюс, со знаком, кто-то что-то делает, да, просто, вот, супер, классно, замечательная предная, мне, спасибо, Господи, ты дал мне возможность общаться с такими, замечательными, вот, искренними преднами, я хочу у них учиться, я буду так же, как они, стараться изо всех сил делать все, что я могу. Господи, я сама, я не понимаю, чего я могу. Пошли мне, пожалуйста, кто меня этому научит, находить вот, вот, ну, тот баланс духовной жизни, который для меня и будет правильным, честным. не меньше, чем могу, и не больше, чем могу. Это основная проблема. На этом остановимся. Можно еще? На последней. Последней, да. А как вот еще, есть такие два выражения, как они между собой сочетаются, у меня такой вопрос. Есть выражения преданной говорят, если то, что вы делаете, понравилось преданным, значит, доволен сам Господь. И с другой стороны, бывает, что кому-то нравится, а кому-то не нравится. То есть преданные тоже личности, и кому-то это понравилось, а кому-то это не понравилось. Вот как к этому относиться? Это Господь недоволен, или это, или как? Я сам не не сказал, доволен. Вы конкретную ситуацию имеете? Ну, для меня, да, но я бы ее не хотела озвучивать, но... Вот давайте конкретные ситуации. На лекции все-таки подчеркиваются. Бывают такие вещи? Бывают. Здесь просто очень много вариантов, которые могут быть. В разных ситуациях. разные могут быть ответы. Потому что я мог бы сказать, в каждом служении есть конкретная ответственность за него. Надо удовлетворить его. Все, кто со стороны смотрят, так как бы, их мнение особо не так, ну, не так важны. и не конкретно услышать. Это один вариант. Второй вариант, а может быть, действительно преданные, ну, кто-то доволен, но это скорее просто личное отношение, да, ему хочется что-то сделать, спасибо, но окружающие действительно видят, что я могу сделать лучше. То есть, тут масса разных нюансов, поэтому давайте, вот на лекциях все-таки принципиальные вещи обсуждаются, на общих, на общих лекциях общие вопросы, или конкретные ситуации, они уже вот все-таки индивидуальные. Вот. В каждом конкретном случае надо разбираться, не знаю, я не готова ответить на все. Но в церкви правильный, понятно, по умолчанию стандартный ответ дурак я. Это понятно. Да, то есть, если что-то пошло не так, то виноват в этом я. Это вот это, ну, это на все времена правильный ответ. Тут точно не ошибетесь. Вот. Но если вас уже конкретика какая-то интересует, то тут уже конкретные люди, то тут уже конкретики.